Тематический кинопоказ. Стартовала акция к 80-летию освобождения Беларуси и столетию отечественного кинематографа. Военные фильмы, наверное, вот мне нравится на большом экране смотреть военную тематику. Чем удивит зрителей «Товарищ и мир»? Во власти обмана в Могилёве сразу несколько человек пострадали от рук мошенников. Последний перестал выходить на связь с покупательницей. Как уберечь кровные? Сохраним планету вместе. 30 марта пройдет часть Земли. Думаю, нужно поддерживать экологию. Кто может присоединиться к инициативе? А также запрет на владение, новые рынки и до свидания школа. Выпускные в Беларуси пройдут 14 июня. Сколько 11-ти классников покинут родные стены? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Олим Кашеваров, пострадавший при теракте в Крокусе, ушел из жизни. Бобручанин работал в Крокус-Сити-Холл контролером и первым принял удар на себя, когда террористы ворвались в концертный зал. Беларусь получил многочисленные пулевые ранения. Медики больницы и Мини-Ботки на неделю сражались за его жизнь. Дипмиссия окажет всю необходимую помощь, в том числе в транспортировке на родину. Общее число граждан нашей страны, которые погибли во время терактов в Подмосковье, достигло трех. Информационное агентство Бобруйск-Медиа выражает глубокие соболезнования семье погибшего и скорбит вместе со всей страной. Череда потерь. Сразу несколько заявлений о мошенничестве поступило от жителей областного центра. Перед покупкой в интернет-магазине лучше проверить подлинность и почитать отзывы. Могилевчанин решил купить подарок в соцсетях. Мужчина договорился о доставке и перевел на указанный счет около 400 рублей. Однако заказа так и не дождался. Продавец исчез. Женщина хотела купить через социальную сеть мобильный телефон, однако лишилась денег. После перевода около 1300 рублей на расчетный счет, указанный продавцом, последний перестал выходить на связь с покупательницей. Еще одна 23-летняя местная жительница планировала приобрести шубу из искусственного меха за 300 белорусских рублей. Девушка нашла интернет-магазин, который предложил ей возможные варианты верхней одежды. Могилевчанка перевела на чужую банковскую карту деньги и вскоре поняла. Ее обманули. Предложение о покупке товаров по низкой цене должно насторожить. Не вносите предоплаты, оплачивайте товар только после доставки, рекомендуют правоохранители. Временные ограничения, праздничный конкурс и расширение географии. Белгоспищепром уверенно покоряет новые рынки сбыта, куда поставляется отечественная продукция. Громкие заголовки дня отдали в специальном обзоре. Белгоспищепром уверенно покоряет новые рынки сбыта. География экспорта расширилась до 49 стран. В прошлом году концерн более чем в пять раз увеличил поставки продукции в Африку. Заключены долгосрочные контракты на поставку сахара в Сомали, Гану и пивоваренного солода в экваториальную Гвинею. Активно развивается торговля с Китаем. В Поднебесной высоко ценятся отечественный шоколад, конфеты, печенье и напитки. В республике вступил в силу запрет на хранение беспилотников. Принятые меры направлены на обеспечение государственной безопасности. Согласно новым правилам, владельцы летательных аппаратов должны продать дроны или сдать на хранение. Также можно безвозмездно передать их военным, юрлицам или ЭП, которые могут использовать коптеры, тем самым принося пользу стране. Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 14 июня. К этому времени уже будут известны итоги централизованного экзамена, вручены сертификаты. Ранее сообщалось, последние звонки в учреждениях общего среднего образования запланированы на 25 мая. За день до этого в 9 и 11 классах закончатся занятия. По данным Минобра, в этом году школы страны выпустят более 55 тысяч 11-ти классников. Ограничения на посещение лесов введены в 40 районах Беларуси. Запрет действует во всех областях, кроме Витебской. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Конкурс диджитал рисунков «Пасхальная весть» стартовал в республике. Для участия можно представить электронные графические работы, включая сканированные изображения и фотографии. Они должны раскрывать историю и символику Пасхи, традиции празднования и богословский смысл. До 30 апреля принимаются как индивидуальные заявки, так и выполненные творческими группами. Надежная защита в Бавруйске сотрудники милиции профилактируют невнимательных владельцев двухколесных. С приходом теплой погоды на дорогу выехали велосипедисты и, соответственно, увеличилось число краж. Только за прошедший год более 30. Владельцы зачастую невнимательно относятся к своему железному другу и оставляют его на ночь в свободном доступе. Тем самым создают преступникам идеальные условия. УВД Бавруйского госполкома напоминает – не доверяйте свой велосипед посторонним лицам. Всегда оставляйте его в поле зрения, а также используйте велозамки. Берегите себя и свое имущество. Боремся, вешаем объявления на дверях, разговариваем с жильцами, проводим профилактические беседы. Кто-то реагирует, кто-то нет, кто-то все равно вставляет велосипеды. Стражи порядка регулярно проверяют подъезды и лестничные площадки жилых домов и проводят беседы с хозяевами велосипедов. От несчастных случаев никто не застрахован, но снизить риск кражи можно. Юбилейный год в кинотеатрах страны пройдет показ более трех десятков признанных отечественных картин и несколько премьер, а также киношедевры к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Какие картины пользуются популярностью и что для бобруйчан подготовил мир кинематографа, узнал Виталий Гаврусев. Билеты куплены. Фильмы на большом экране – это романтика и мистика. В зале гаснет свет. Премьеры. Очень нравится мне смотреть. Сеанс начинается. Военные фильмы. Наверное, мне нравится на большом экране смотреть военную тематику. «Знак беды. Я родом из детства. Судьба диверсанта. Перезвон». Военное кино на больших экранах. К 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Акция продлится до 31 июля. За это время состоится около трех тысяч киносеансов. Мы всегда же раньше любили ходить на кинотеатр всей семьей. И мы продолжаем сейчас наших деток, наших учеников, продолжаем эти традиции. Республиканская киноакция стартовала в кинотеатрах «Товарищ и мир» с 24 февраля. Показы проходят и в учреждениях культуры, и даже в школах. Фильмы о войне. Конечно же, те, которые рассказывают фильмы о героическом подвиге белорусского народа, который защищал свою родину и вел к победе. А фильмы идут практически каждый день. К еще одной уникальной дате готовятся работники киноиндустрии. В этом году «Белорусское кино» отметит вековой юбилей. Каждую среду в кинотеатре «Мир» напомнят о фильмах отечественного производства, которыми наша страна может сегодня гордиться. Я хочу пригласить жителей и гостей нашего города в наши кинотеатры, для того, чтобы они посмотрели лучшие фильмы нашего белорусского производства. Сегодня у каждого есть множество вариантов семейного досуга. Один из самых доступных – совместный поход в кинотеатр. Это может стать отличной традицией. Часто ключевым положительным моментом становится не сам фильм, а совместный отдых, развлечение с родными, возможность пообщаться до и после, поделиться друг с другом эмоциями, ожиданиями и впечатлениями от фильма. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Осознанное потребление. 30 марта в Белоруссии пройдет международная экологическая акция «Часть Земли-2024». Традиционно в последнюю субботу первого весеннего месяца в сотнях городов земного шара погаснут окна домов и общественных зданий. Отключится подсветка всех достопримечательностей. Само по себе отсутствие электричества не поспособствует значительному изменению экологической обстановки. Прежде всего, это направлено на привлечение внимания к изменению климата, ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В мире сейчас все очень критично в этом плане, поэтому я поддерживаю такие дела, такие вот акции. Мне кажется, это важно, потому что хочется оставить окружающуюся виду, какая она есть, нашим потомкам. Думаю, нужно поддерживать экологию, и это, я думаю, будет не так страшно для людей. То есть час – это по факту ничего, можно и посидеть во благо природы. Сейчас все, наверное, задумываются о климате и о том, что все-таки, как бы нам не было удобно, мы загрязняем нашу экологию. Впервые акция прошла в австралийском Сиднее 31 марта 2007-го. Через год более 400 городов, 35 стран поддержали инициативу. Синеокая присоединилась в 2009-м. Традиционно принять участие может каждый желающий. Достаточно отключить все электроприборы на час с 20.30 до половины десятого. Красота в глазах смотрящего, стиль, мода, внешний вид. Современность диктует правила в одежде, прическах, макияже. Сложно ли быть не как все? Найти свою нишу – не прогадать с размером. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!